Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, только с той ситуацией будет слишком долго описывать, но если вкратце, то я в отношениях с парнем 8 месяцев, хоть и знакома с ним гораздо дольше. Значит, скажите пожалуйста, что вас объединяет с вами, что между вами общего, что вас связывает с ним, какой у вас, грубо говоря, фундамент. Потому что очень мало, понятно, значит, из того, что вы описываете, очень, на мой взгляд, недостаточно информации. Об этом, ведь на самом деле, это, мне кажется, ну, это многое бы прояснило, вот. Если бы вы написали, да, вот, значит, ну, просто, что вас связывает друг с другом. Потому что, ну, на мой взгляд, так скажем, именно от этого, вот, именно от того, что вас объединяет, да. В принципе, значит, зависит вот, ну, та самая обратная связь, которую вы хотите сейчас получить от нас. Да, в чем человек закрытый, хоть и ведет себя раскрепощенным. Почему вы так решили? Ну, то есть, я сейчас, в общем-то, серьезно, абсолютно спрашиваю, да, почему вы так решили? Почему вы решили, что он человек закрытый, хоть и ведет себя раскрепощенным. Не то, чтобы, поймите правильно, да, не то, чтобы я вам не верил, вот. Не то, чтобы я вам не верил. Просто, ну, если вы так говорите, да, вот, то хотелось бы, конечно, вот, какой-то такой, ну, аргументации, что ли. Ну, давайте так, я скажу. Дальше. Недавно брата не отвечал ни на сообщение, ни на звонки. Я перестала пытаться выйти на связь и через два дня получила сообщение следующее содержание. Я сожалею, что все так происходит, я упал в яму, пытаюсь из него вылезти, я не хочу, чтобы ты мучился. Я не хочу, чтобы кто-то знал, но все заходит слишком далеко, мне нужно лечиться. Я не знаю, но подругался по средствам и нервам. Хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя сильно и ты в моих выглях навсегда. Я ничего не ответил и не выходил с ним на связь совсем. Потому что я добро пожал, что не в первый раз. И тогда я четко принесла до него, что если какие-то проблемы, то мы вместе решаем их. Либо каждый идет своей дорогой, он обещал этого не повториться. Ну вот это произошло снова. Ну а понимаете, как бы ситуация, она здесь вот в целом, в целом ситуация здесь такова, да? Что может ли человек по-другому обращаться со своими трудностями, которые у него есть. Ну вот, да, то есть, ну, вот может ли он это делать? Вот в чем, как мне кажется, такой основной вопрос, потому что, а что если нет? Он не может, по-другому. Вы, конечно, вправе принимать или не принимать его, но как-то вот, как-то вот то, что вы описываете, ну, к сожалению, очень, очень, очень. Сильно похоже на ультиматум. То есть, вот такая вот история. А ультиматумы ставят люди, ну, не слишком уверены в себя. Опять же, я вас ни в коем случае, да, ни в чем не обвиняю, но вот, просто пытаюсь в данном случае вот показать, да, что, как это может быть, ну, со стороны. Так, значит, есть один момент, я переживаю за него, правильно ли я поступаю, полностью отстранившись, или это был своеобразный крик о помощи, о чем просить, он не привык и мне нужно что-то предпринять. Ну, вот, давайте для начала мы с вами постараемся увидеть природу этого чувства, потому что, на мой взгляд, чувства это не возникло ниоткуда, вот. И, как мне кажется, как бы, одно дело, если вы просто хотите что-то сделать для человека, но тогда вопрос про ультиматум ваш. А вот, это как-то вот, ну, понимаете, немножечко, ну, не вяжется, да, то есть, если вы за него переживаете, если вы за него волнуетесь, то откуда тогда ультиматум? Да, то есть, вот, как-то вот это, как-то этот момент немножечко противоречивым мне, ну, кажется, вот, ну, с моей точки зрения. Если же вы это хотите сделать больше для себя, нежели чем для него, ну, это уже немножко другая история. Так, мне нужно принять решение, пока в сомнениях, помогите совету. Ну, психологи советов не дают, я думаю, что вот противоречие вам нужно разрешить, вот, вам нужно разрешить, которое у вас имеется. Вот, а дальше уже, в принципе, будет понятно, да, вот, в каком направлении вы хотели бы, собственно, двигаться дальше. Вот, то есть, сначала надо определить, ну, сначала нужно определиться просто с чем вам, вам своим, вот. На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи, вот. Я думаю, что, поскольку вы вот так несколько скомканно, ну, описали свою историю, то хотел бы знать, а вот там, ну, не чувствовали вины, например, вы испытываете, а вот, ну, о какой мужчине, а не злились ли вы перед этим, да, вот, то есть, обычно вот чувство вины, это все-таки вот очень сильно про злость, которую человек все себе подавляет, вот. И вот этим точно нужно помочь вам разобраться. Удачи, обращайтесь. Удачи! Удачи!